Матч 1-8 финала Франция-Россия Первый шанс не реализует наша команда. Не сумел подстроиться под мяч Эрик Орчагин. Хорошая была возможность. Мяч чуть скакал. Может быть опасно. Но не точная передача последовала на правый фланг. И мяч потерян. Коршиков быстро выводит в игру. Куксов. Вновь Коршиков. Направо. Сверидов. Снова-снова пытаемся мы найти. Лазейки в обороне сборной Франции. Дальний удар. Здорово Куксов на опережение сыграл. Но мяч остался у французов. Момент. И что будет? Коршиков спасает. Но Денис Коршиков справился. И вот как раз в этом же эпизоде он и получил повреждение. Прямо в него попал мяч. Вот смотрим мы еще раз повтор. Убрал на обманном движении Шестакова. Поустав. Карламов. Удар. Не точно. Коршиков в игре. Отбивает очередной удар. 17 номер сборной Франции. Весли Лиат. Мощный нападающий. Пас на ход Куксову не прошел. Коршиков. Удар с дальней дистанции. Не доходит мяч до вратаря. Будет играть стеночку с Корчагиным. И нарушает правила против Евгения. Но мне кажется, пол назначен все-таки на Евгении Вашурине. Так и есть. Толкают его. Хорошо это видно на повторе. Очень опасный стандарт. Возможно, как раз будет и комбинация. Нет. Разбежала стенка. По ходу матча у нас тут проходит смена. Шестаков. Фаустав. Здорово. Медведев касание. И добить их не получается. Французы с позиционным нападением. Может быть опасно. Надо до конца отработать в этом эпизоде. Ошибается Сергей. Не купились на его ложное движение. Выход 1 на 1. И Коршиков ценой повреждения спасает сейчас ситуацию. Вышел за пределы штрафной Коршиков. Сергей Фаустов неудачно пошел в обводку. Показал, что будет бить. Хотел на этом поймать защитников. Французов. Тот не купился. И в итоге получился выход 1 на 1. И Коршиков бесспрашно сыграл в этом эпизоде. Но все нормально с нападающим сборной Франции. А вот Денис Коршиков пока хромает. Начинается у нас второй тайм. Хороший заброс от Вашуры. Нажималеддинов. Успевает нанести удар. Он спасает голкипер. Вот как только заставляем мы французов чуть побыстрее принимать решение. Следуют ошибки. Французов. Эрик Здорово ставит спину. И конечно же фолл в этом эпизоде. Затем как он исполнит штрафной. Разбегается. И сильнейший удар. Но не точно. Низом решил пробить. Сверидов. Проигрывает здесь Куксов единоборство своему оппоненту. И доводят французы эту атаку до удара. Вновь тридцать первый номер, который доставил нам много неприятностей и в первом тайме. Длинный заброс Корчагин в касание. Удар Эрика. Вот еще один момент. И вновь здорово играет Денис Коршиков. Пас налево. Куксов. Сильно низом. Эрик Корчагин. Коршиков. Бьет с дальней дистанции. Спасает голкипер. Опасный удар. Вашурин налево. Здорово. Жамалединов. Сверидов. Их чуть не точная передача. От Жамалединова либо Сверидову. Надо было немножко задержаться. Здорово все разыграла наша команда. Буквально лишние полметра пробежал Сверидов. Куксов. Здорово. Удар слева. И штанга спасает. Но будем надеяться, что вот это давление нашей сборной продолжится и в дополнительное время. Уже новое сочетание. Пока контратака французов. Но все хорошо заканчивается для нашей сборной. Попадает мяч ему в больную ногу. Получил. В колено попадает мяч. Напомню я, что получил повреждение наш голкипер. И началась вторая дополнительная пятиминутка. А Коршиков с Вашурином пытаются что-то придумать. Вот Евгений с мячом. По штрафной под удар. И Корчагин не реализует сумасшедший момент. Браво голкипер сборной Франции. И звучит у нас свисток об окончании этого матча. Даже 5 секунд не дали доиграть командам. Ну что ж, серия пенальти нас ждет, уважаемые друзья. И так на воротах у нас Денис Коршиков. Амар Бельбашир будет наносить первый удар. Ну что ж, Денис, надеемся на тебя. И забивает. Более сборной Франции. Вот смотрите, как ведет себя голкипер сборной Франции. Специально оставил он один пустой угол. Вашурин пробивает руки голкиперу. Ну хорошо, что Евгений свою попытку реализовал. И так второй удар. Французов. И забивают они. Удар. И попадает Эрик Корчагин голкипера. Пробил по центру. Смена у нас голкипера. И вот на этот последний решающий момент ее место в воротах занимает Марк Рютин. Ну что ж, Марк, надо спасать, спасать Россию. Иначе вылетим мы с чемпионата мира. В одной восьмой. Марк Рютин. Разбег. И сборная Франции выходит в суперфинал. Наша команда к огромному, к сожалению, покидает турнир. Полузащитник сборной России Сергей Фаустов сразу после поражения матча одной восьмой финала. Сергей, ну несколько слов об игре. Ну вы сами прекрасно видели, что игра была в наших руках. Единственное, мяч не шел в ворота, а так в принципе. Пенальти – это лотерея, которой сегодня повезло больше французам. Выполнили игроки установку тренерского штаба перед этим матчем? Ну, то, что был план на игру, да. То есть все старались, все пытались делать. Многое что-то получалось. Ну и, конечно, что-то не получилось в моментах завершения. Ну и несколько слов скажи болельщикам нашей сборной, которые следили за всеми трансляциями. Ну, болельщикам, которые следили, да. Много очень звонков, было очень писем. Как бы большое им спасибо, да. Те болельщики, которые у нас сегодня присутствовали на протяжении этого турнира на трибунах, им огромное спасибо. Поддержка была сумасшедшая. Спасибо огромное, Сергей. Тренер сборной России Денис Лопатьев. Денис, что не получилось в противостоянии с французами? Ну, к сожалению, оправдались наши опасения перед сегодняшним матчем. Команда очень-очень долго входила в игру, практически весь первый тайм. В перерыве пытались привести ребят в чувство. И совсем была другая игра, было давление, было множество моментов. Я думаю, что если бы мы играли так с первых минут, все бы было в порядке. Но, к сожалению, в выходной нас уже не первый турнир выбивает из колеи. И будем анализировать, думать, что мы как-то делаем не так, и принимать уже соответствующие меры. Как быстро наша сборная определилась с теми людьми, кто будет пробивать пенальти? Ну, это у нас три штатных пенальтиста. Мы решили ничего не менять. К сожалению, Валера Нихлихобабенко нет с нами, но Кирилл Сверидов уверенно исполнял пенальти. Но, к сожалению, ему не удалось показать себя. Несколько слов для болельщиков. Ну, не отчаивайтесь, болейте. Команда у нас хорошая. Поэтому мы, кстати, очень большое спасибо. Мы чувствуем поддержку здесь на трибунах и по телевизионным трансляциям, и в соцсетях болельщики пишут. Поэтому большое спасибо. Болейте дальше, мы будем стараться вас радовать. Спасибо огромное, Денис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok